Зал пожара в станциях Рафаэля. Помещение использовалось во времена Юлия II для заседаний Высшего Суда Святого Престола. Во времена правления Льва X он отдал распоряжение, чтобы эту комнату переоборудовали под столовую, куда папа мог бы пригласить влиятельных посетителей. Поэтому было решено несколько изменить тематику интерьеров. Нужно сказать, что этот зал стал последним, который Рафаэль расписал сам. В то время мастер был занят другими папскими делами и прежде всего гобеленами Секстинской капеллы, а также архитектурой базилики Святого Петра. Поэтому все чаще он поручал росписи своим помощникам, которые прекрасно усвоили его манеру письма. За семь лет, которые прошли с того времени, когда он впервые переступил порог апостольского дворца, он завоевал признание и бессмертную славу. Фрески иллюстрируют политические устремления Льва X через жизненные истории, а также двух предыдущих пап с тем же именем. Главная фреска зала в станциях Рафаэля называется «Пожар в Барго». Росписи прославляют Льва III и Льва Согласно преданию, пожар в Барго, который дал название комнате, вспыхнул в 847 году в окрестностях перед базиликой Святого Петра. Получив торжественное благословение Льва IV, понтифик чудесным образом погасил огонь, спасая тем самым церковь и людей. Почти все фигуры были написаны помощниками, поскольку мастер занимался детальной архитектурой зданий. Например, фасадом храма Святого Петра, который был разрушен еще до его приезда в Рим, а также частью дворца и лоджии, с которой папа благословляет народ. Основное внимание художник сосредоточил на изображении пожара. На ступенях апостольского дворца молодая женщина с грудным ребенком ищет укрытие от пожара. Внизу большая группа напуганных женщин просит помощи, а люди покидают охваченные яростными языками пламени дома. В битве при Остии художник изобразил сцену поединка между галерами папой и сарацинами, который произошел в IX веке в 846 году. Сарацины совершили дерзкое нападение на город, которое сопровождалось грабежами и захватом большого количества пленных. В 849 году они совершили повторное нападение, но теперь им пришлось срочно убраться во своясе, спасая свои жизни. На фреске изображен папа, который благодарит небеса. Следующая фреска коронования Карла рассказывает о событии в 800 году в базилике Святого Петра, как известно, в 1516 году. Ранее эти залы входили в апартаменты Николая V, но папа Юлий II воспользовался масштабной реконструкцией дворца и заказал обновление внутренних интерьеров известным итальянским живописцам. Архитектор Доната Браманти порекомендовал пригласить Рафаэля Санти, работы которого буквально привели в восторг Юлия II. Папа поручает ему росписи своих покоев и отдает распоряжение об уничтожении работ других мастеров. Однако мастер убедительно просит папу сохранить часовню Николины. Великий художник приступает к работе и оформляет комнату за комнатой. Юлий II требовал все новых изменений, но работа над интерьерами затянулась надолго, и папа отошел в мир иной, так и не увидев их завершения. Работы были продолжены и гений эпохи Возрождения усердно трудился. Но объем работ был настолько велик, что Рафаэль вынужден был прибегать к помощи своих талантливых учеников, вплоть до своей смерти в 1520 году. Оформление комнат было завершено в 1524 году. В дальнейшем они использовались различными папами с небольшими изменениями вплоть до Григория 13-го.